Продолжение следует... Работающего в Штатах или работавшего у него там свой бизнес и так далее. И он рассказал там определенный взгляд на медицину в России и на медицину в Америке. И было огромное количество комментариев о том, что вот неплохо было бы осветить проблему медицины в России. Так вот я вам больше могу сказать, Оксана, она поскольку не только действующий, практикующий хирург из Подольска в данном случае, да? Ну, в Московской области. Да, то есть живёт в Москве, работает в Подольске. Так она ещё недавно отдавала, можно сказать, долг Гиппократа ещё и в стране такой под названием Сирия. Вот об этом мы сегодня, собственно, и намереваемся поговорить. Для начала вот расскажи про свой типичный рабочий день. Как он происходит, как он протекает? Ну, ни для кого не секрет, что типичный рабочий день начинается с врачебной конференции. Если ты не был на дежурстве, ты приходишь на работу и, собственно, узнаёшь, что было, когда тебя не было, что нового ожидается, что происходит в данный момент. Это занимает, хоть и называется это всегда пятиминутка, но это может идти и три минуты, может идти и час. В зависимости от того, насколько тяжёлые были поступления и насколько вообще проблемная, непроблемная ситуация сейчас. Потом обход тех пациентов, которых ты ведёшь, и в зависимости от того, как происходит твой день, либо идут плановые операции, либо ты аллёром три креста несёшься в приёмная и оперируешь то, что тебе привезла скорая помощь. Ну, то есть, это такие как-то emergency, да, то есть, вот срочное что-то здесь сейчас. Привезли человека в разобранном виде. Ну, да, то есть, если скорая привозит и там всё плохо, они просто, ну, да, поскольку врач-травматолог, явно понятно, что это не вывих. То есть, естественно, плановые операции отодвигаются, и в зависимости от того, кто сейчас как свободен, кто что может подвинуть, тот и идёт работать. Прекрасная система. А какие вот бывают, например, ситуации, в каком виде привозят людей? Привозят? Разные, очень разные. Ну, вот самые такие экстремальные случаи, какие были в твоей практике? Ну, экстремальные случаи обычно это ДТП и случай с железной дорогой, потому что последнее увлечение среди молодёжи из серии «давайте мы вот по выпавшему снегу между рельсов покатаемся вслед за поездом на лыжах», приводит к тому, что… То есть, они цепляются за поезд? Да, они цепляются за поезд, как бы, ну, лыжи на ноги, мозгов там нет, поэтому чего бы и не покататься… Мозги тоже на ноги? Возможно. Чего бы не покататься за поездом? Ну, вот случаются неприятности в том плане, что их, естественно, часто выносят на поворотах, они просто срываются и дальше там кубарем по рельсам иногда там попадают, когда встречные составы на большой скорости их там вообще перемалывают в тряпки дым-дрова. Да, поэтому вот это… Ты никогда не знаешь, что тебе, когда тебе говорят, что вот везут после ТТП или везут железные дороги, ты никогда не знаешь, что тебе приедет. То есть, может быть, всё относительно нормально, может быть, всё прямо вот плохо-плохо-плохо-плохо. А бывает так, что прямо вот отдельные части привозят? Бывает. Бывает иногда после привозят, там, следующее, скорая догоняет предыдущего, что… Идёт ногу. Да, ну, руку. Ребята, вы забыли, там пальцы нашли часто, особенно зимой, когда в снегу. Понятно. А бывают ещё случаи, смотрите, пацаны, как я умею? Ну, это неисчерпаемая тема, это мотоциклисты, которых мы любим нежно, всей душой, разные версии событий. Бывают очень часто, ну, это уже такая подмосковная экзотика. Из Москвы цыган всё-таки болевым усилием из центра, по крайней мере, ну, за исключением площади трёх вокзалов и так далее, повывели. Но они никуда не делись, т.е. те, кто говорят, что их нет, либо очень мало как-то вот передвигаются по городу, да, либо я не знаю, как они не пересекаются, потому что их очень много. Их очень много в Подмосковье, вплоть до каких-то там совсем, что они вот живут табором, и все об этом знают, и достаточно большие. Ну, когда происходит какой-нибудь праздник или там радостные события в виде свадьбы, т.е. там затоптанные лошадьми, ну, в общем, всё хорошо. Т.е. коней на скаку не останавливают. Ну, видимо, пытаются, но вот конь оказался сильнее в этот раз. Такая неожиданность. Бывают ли ситуации, когда… ну, точнее, это, конечно, такой вопрос тупого, я просто знаю, что они бывают, потому что рядом-то у меня не единственный врач, ну, я типа не знаю, да? Бывают ли ситуации, когда вина за происшедшее целиком и полностью лежит на человеке, ну, например, из области как раз мозги в ногах или ещё в каких частях тела, а вот приезжают там мама, папа, братья, братва и т.д. и ставят врача в такое положение, что это, в общем-то, его вина, если вдруг что-то пойдёт не так. Конечно, это всегда, это из серии. Наша бабушка не вставала 3 года, сама не дышала, дышала через кислородный баллон, её привезли к вам, и вы убили совершенно здоровую 97-летнюю женщину. Как вы могли? Откуда такая жестокость у хирургов? Сейчас в связи с тем, что я не знаю, по какой причине и какая мотивация у этих людей, но нагнетение того, что врачи-убийцы, причём, ну, не стесняются ни таких формулировок, ни таких заголовков, хотя вроде бы как бы… Ну, у нас сейчас прямо, как это, ренессанс идёт, прямо я вспоминаю, там, какие-нибудь Ленинградское дело или там ещё что-нибудь. Ну, да, но даже тогда, я, конечно, могу ошибаться, но вот прям то, что все евреи-врачи-убийцы, там, коммунистического народа, вот, ну, прямым текстом в газетах не писали и в программе «Время» не говорили. А сейчас пишут. А сейчас, да, в этом ничего не видят такого страшного, и, в принципе, можно понять родственников, потому что, да, когда твой родной человек болеет, с ним что-то случилось, особенно если с ним что-то тяжёлое случилось внезапно, там только паника и ужас. Естественно, ты там маму, сына, брата, жену, мужа не будешь в этом винить, да, потому что ему сейчас плохо, ты его в этот момент жалеешь, ты за него беспокоишься, и как-то вот обвинения туда не вплетаются в этот спектр эмоций. Поэтому находится ближайшая цель, это, естественно, врач, потому что вот он рядом, вот он что-то делает, и что бы он ни делал, он всё равно всё делает не так, потому что там страх впереди вообще логики и всего разумного бежит вперёд. Ну вот, я не отрицаю того, что бывают разные ситуации. Ну то есть, ну понятно, что вот я как раз хотел задать вопрос, если мы возьмём в процентном отношении, ну это невозможно такую статистику сейчас без каких-то исследований понять, но тем не менее чисто умозрительно, если мы возьмём в процентном отношении врачебной ошибки и то, когда, ну это происходит просто по объективным факторам, ну то есть, приехал человек, он умер, потому что, ну невозможно было спасти, ну или ещё какие-то там моменты, да, то вот как вот в процентном отношении это можно распределить, по-твоему, ну допустим, в твоей области хирургии? Ну я думаю, что тут будет классическое 80 на 20. То есть 20% – это врачебные ошибки, 80% – это уже неизбежная ситуация. Да, причём под врачебными ошибками это может быть не то, что… Врач ошибся. Ты ошибся, да, а вот чего-то не хватило. Медикаментов, времени. Даже не… ну времени, да, медикаментов, то есть вот никто не знает, если бы ты вёл это лекарство на 5 минут раньше. Вот ты бы успел, не успел. Почему там один человек приезжает переломанный, там весь из него, 3 литра крови вылилось по дороге во время операции, вы ему, значит, там 16 вливаете из него, 12 выливается, и в общем вы эти флаконы уже ненавидите считать. Ну он выживает, а другой приезжает с чем-то вроде бы таким, ну сломал бедро, ну да, открытый перелом, ну да, ну это бывает, ну это не обязательно даже как это там, что ему, что он запустил, что надо ампутировать, что ну вот прям всё плохо-плохо-плохо, нет, это достаточно обычная травма, но нет. И ты никогда не можешь точно с уверенностью сказать, почему так происходит, потому что всем очень хочется верить, что врачи могут всё. Но врач не компьютерная программа, он же и не бог, он не может всё учесть на белом свете? Да даже если мог бы, мы всё равно не знаем столько всего о человеческом организме, о том, что он может, что он не может, что как в нём работает и как вот эти контакты замыкаются, что в принципе зачастую от врача не всё зависит. Есть же ещё индивидуальные факторы, ну люди разные, у всех там какая-то разная система выживаемости, на ком-то там как на собаке заживает, а на ком-то там, я не знаю, может проходить очень долго. Классический пример, да, что если человек там две бутылки водки перед этим выпил, то, в общем-то, можно сигать с пятого этажа, делаться лёгким успугом всех окружающих. Да, кстати, пьяному морю по колену, у меня вот есть классический пример, это мой сосед по коммуналке Миша, которому там и перо в бок сажали, попали в, в смысле, в сердце сажали, попали в ребро, и, значит, безбольные биты ему именно крышком челюсть сносили, и сколько его там били и прочее, а он живёт и живёт, он живёт и живёт, и вот из больницы забирал, говорю, «Миша, ну как так можно, у меня друг погиб там в Болгарии, очень хороший, полёс там спасать в шторм девушку в море, а тебя, вот кусок говна плавающего в этой прекрасной жизни, ничего не берёт, вот ничего не берёт, и живёт, и живёт, всё, ему всё хорошо». Понятно. А какие бывали, ну, вот такие случаи, которые вы там с коллегами или там со знакомыми за рёмкой чая там вспоминаете? Человек-мангал. Человек-мангал? Ну, я знаю, что у врачей очень циничный юмор, а как тут быть? По-другому никак, извините, да. Нет, это, собственно, прошлым летом приехала замечательная компания, причём не по скорой, самосополвение. Да. Что у них там произошло, никто не смог выяснить, выяснить, но получилось так, что человеку сначала в спину мангал с углями, ну вот, взяв за ножки, ему поткнули, а потом от полноты впечатлений он ещё спиной на этот мангал упал. Ну и получилось, что вот так все четыре горные ноги мангала… Они прямо в нём. Они прямо в нём. И товарищи его там в машинку загрузили на задней стене. С мангалом вместе. И вместе с мангалом привезли. Привезли, потому что они решили, что, наверное, самим лучше не вытаскивать. Какой кошмар. Ну, это так по-русски, я бы сказал, вот прямо, я сразу вижу вот эти ролики на Ютьюбе, вот это вот просто обилие всего как-то. Мы хотели найти, но, видимо, вот… Да, я буквально недавно видел, как человек берёт, вот мне представили, человек берёт пакет с горячими углями, засовывает туда голову, и так высовывает, и он такой полностью не бёр. Ну, всё смешно как бы, но это же опять-таки, это так по-русски, понятно. Помимо «Человека мангала» было ещё? Ну, точнее, я знаю, что было, но, может быть, это то, о чём стоит упомянуть. Да, так-то, в общем, такого, как показывают в медицинских сериалах, когда там прям всё очень динамично, трагично, экстремально, в принципе, не было. То есть, да, очень любят таскать из сериала в сериал человек, когда залитый в бетон. В разных сериалах эту фишку использовали, там по-разному как бы человек, ну, залитый, по-разному его там лечили, ну, так плюс-минус старались придерживаться. Но это в сериале выглядит так как-то вот, что за этим интересно наблюдать. И в обычной жизни они бывают, потому что случаев на стройке их никто не считал, учитывая то, что с легальностью даже в Москве, даже там в области большие проблемы, то кто как бы, то есть, бывает, что падают, бывает, что застревают, бывает, что там, ну, вот кто-то ногоет, да, там, вот, скорая приезжает, ну, и что вы нам предлагаете вот вместе там с фундаментом вести, ну, вот откапывайте, мы вам сейчас начертим, где, вот, откалывайте, доставайте, мы его потом заберём. То есть, это работа, это не такого вот флёра героичности, восторженности, там, вот сейчас мне привезут такого-такого интересного пациента, я его вылечу, и на этом, значит, выйду, там, практически в космос на научной тяге. Это всё заканчивается, ну, вообще, ну, по идее, должно закончиться где-то в курсе к третьему, учёбе в медвузе, но зачастую оно заканчивается к шестому, когда человек уже выходит в ординатуру по выбранной специальности и понимает, что это просто работа каждый день. Довольно рутинная при этом. Довольно рутинная и довольно тяжёлая. Если ты не готов и вот как-то на землю не спускаешься, вот из этих всех там белые халаты, врачебная клятва, что-то там надо дать Гиппократу, обязательно тебя об этом каждый твой пациент, родственник пациента вспомнит. Чтобы уже давали клятву Гиппократа. Да, причём как бы никто эту клятву не считал, поэтому среди всех медиков ходят фразы, что вы же что-то давали Гиппократу. Скажи, пожалуйста, а бывали случаи, когда на тебя подавали в суд? Да. Да? В чём там был замес? Ну вот, как обычно, вы виноваты, вы неправильно всё сделали. Какую-то конкретную ситуацию, без названия имён, фамилии и прочее можешь описать? То есть, извини, пожалуйста, это был не единичный случай даже. Ну, как, до суда это, как правило, очень мало дел, но я не знаю, сейчас, может быть, будет больше, потому что сейчас… Ну, потому что врачи-убийцы. Ну, естественно, да, там, я вот не знаю, они серьёзно с тем, что вот врачебная ошибка – это уголовная ответственность, или они так неудачно пошутили, потому что сейчас вроде все разговоры на эту тему затихли. Но зачастую бывает, когда это почему-то всегда ДТП, что вы были, ну, вы не правы, вы не вылечили, вы не так сделали, объясняют, что слишком тяжёлые сочетанные травмы, слишком большая кровопотеря, мы делали вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, как всё положено, ну, вот везде всегда, и даже если бы вы изобрели телепорт и в самую современную больницу, там, в ваших любимых штатов или Европы, его телепортировали, они бы делали ровно всё то же самое, потому что протоколы в большинстве своём, они едины, нюансы могут отличаться, но стратегия всегда одна и та же. Нет, мы вот будем настаивать на повторном вскрытии, мы докажем, что вы там что-то сделали неверно, мы вас засудим, ну, хорошо. И чем это оканчивается обычно? Обычно это оканчивается ничем, потому что повторное вскрытие показывает, что всё было сделано верно, и дальше это просто вопрос непринятия ситуации родственников, потому что они могут пойти, да, там… Родственниками. Ну, родственниками. Вот они могут пойти в следующую инстанцию, следующую, 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 пытаться привлекать ещё кого-то для экспертизы, делать всё заново и перепроверять всё там 8 раз, 10, 12, это может очень долго длиться. То есть, это, по сути, такая нервотрёпка просто для врача? Не называла это нервотрёпкой, потому что это тоже часть работы. А, то есть, это просто часть работы. То есть, ну, съездишь ты пару раз к следователю, поговоришь с ним, ну, и всё. Ну да, следователь-то, с другой стороны, что может? То есть, вот у него есть заключение? Нет, ну, он собирает, как бы, вот ещё раз опишите, как вы там, что вы делали, когда там больной поступил, что потом, что потом, что потом. Ты им это всё рассказываешь? По сути, два документа – показания как бы врача и заключение вскрытия. Ну да, ну, он просто собирает показания там со всего врачебного состава, там зачастую там либо заведующего отделения, либо главврача с тем, что «А вообще вот вы как делаете?» Не был ли нарушен регламент? Да. Понятно. А так? Нервотрёпка – это начинается, когда подключается пресса. Ага. Потому что вот не у меня, слава богу, у моей мамы был случай, когда это длилось 3 года. Это прямо у мамы, я имею в виду, лично это её случай, или это у её коллег было? Лично её. Это длилось 3 года. А извините, пожалуйста, надо пояснить, мама тоже врач? Мама тоже врач, мама – кушар-гинеколог. И была очень трагичная ситуация, женщина не могла смириться с тем, что ребёнок умер. Вот не могла. Её не принимало ничего, в конце концов она там то ли НТВ приезжала, то ли ещё что-то там. Они пытались там, они чуть ли не дежурили под окнами, пытались, значит, выцепить кого угодно, кто бы им вообще хоть что-нибудь рассказал, терроризировали глава врача. Ну, в общем. Но это всё закончилось, когда она уже забеременела ещё раз, и уже вот дело близко подходило к рождению ещё одного ребёнка. И тогда вот она как-то перестала эту волну поддерживать, потому что ни до суда дело не дошло, ни в каких-то там дальнейших инстанциях тоже нарушений не нашли, но вот тем не менее… Ну, для медиа это очень горячая тема, конечно, там убить ребёнка, там это же такой сразу вкусный, сочный сюжет, который можно там тестировать бесколечно. Хотелось бы задать вот такой вопрос. А сколько же за всё это платят? За всю эту прекрасную работу? Очень по-разному. Ну, там какие-то примеры. В таких случаях, когда в среднем по больнице фраза выглядит буквально. Очень всё зависит от региона, от того, какая именно это больница. И, в принципе, сама ставка врачебная, у неё не очень большой разбег по этим параметрам. То есть, она где-то от 15, 17, 19 до 21, где-то 25 тысяч. В среднем это 20 тысяч рублей. Да, но это одна ставка. Есть ещё доплаты за вредность, доплаты за сверхурочные, доплаты за сутки, доплаты за стаж, доплаты за работу с ВИЧ, за переработки, и там надо спросить. Я-то как раз хотел спросить, вот эти все криминальные случаи, когда приезжают и вне очереди что-то приходится оперировать, это как-то потом учитывается в деньгах? Нет, не учитывается? Ну, это в течение твоего рабочего дня, это твои обязанности. То есть, если ты остаёшься, допустим, у тебя рабочий день в 5 вечера закончился, а в этот момент что-то привезли, и никто из бригады тоже отойти не может и подбежать не может, и ты остаёшься, то тогда, да, это учитывается. Ну, хорошо, ладно, и если вот эти все туда-сюда, пятое-десятое сложить, ну, как-то в среднем всё-таки сколько получается зарплата? Ну, получается где-то в районе 50-ти, это если ты не сидишь на работе, вот просто ты работаешь, тебя там родные видят, в лучшем случае раз в месяц вы пересекаетесь, ну, осознанно, вот, а так ты и так приходишь поспать 3-4 ночи в неделю. И на работу обратно. И на работу, да, в таком случае это будет уже там около 80, да, там, в московских клиниках это, может быть, 100 за 100, но это ты вот, ты всё время на работе. То есть, по Московской области мы сейчас говорим, что средняя зарплата квалифицированного врача, она где-то 50. Да. Понятно. А вот чувствуют ли врачи заботу государства о себе? И вот вообще, когда у нас вот там начинаются все вот эти вот разговоры, то есть, сразу ведь хочется привести пример как раз социальных работников, учителей, врачей и так далее. То есть, вот. Вы держитесь. Понятно. Денег нет, но вы держитесь. Не очень понятно, что они в итоге хотят получить. Потому что, я сейчас буду говорить лично моё мнение. Так, а мы сейчас, мы правим, что твоё мнение естественно. Может не совпадать вообще ни с чем, даже с мнением других врачей. Но у меня такое ощущение, что вот нашему государству достался, ну, весьма неплохой самолёт. Он, конечно, там… С советских времён, он так немножко обветшал, там где-то что-то так ржавчиной покрылось, где-то что-то там отвалилось. То есть, ну, так, не критично. Ну, летал. Ну, летал. А сейчас они вот его на конной тяге пытаются заставить влететь и не понимают, что сколько бы лошадей они к нему не прицепляли, он почему-то вот не взлетает. Очень хороший вопрос, мне очень нравится. Потому что реформируют образование. Ну, да, хорошо, допустим. Но вы перешли от системы экзаменов к системе ЕГЭ, вы перешли в медвузах от системы экзаменов к тестированию. Ну, что, в принципе, нелогично никак. Ну, хорошо, допустим. И в итоге вы получаете специалиста, который заточен на определённые алгоритмы. То есть, он не может принимать самостоятельные решения, да? Нет, он может принимать самостоятельные решения, но вот в рамках… А, в рамках определённой системы, в рамках рамок. Да, вот он знает, что у него в такой-то ситуации есть пункты А, В, С. Начинать надо с А. А такие вещи, как сбор анамнеза, клиническое мышление и понять, тебе вот сейчас действительно надо са начинать, или вот с С, а вот это вот выкинуть. Оно не воспитывается, к этому не приучают, к этому как-то вот перестали подталкивать людей, что думайте. Вот не думайте о том, что вы должны следовать этой бумажке, иначе вас там посадят, расстреляют, уволят, и вы пойдёте там либо в Яндекс.Такси, либо ещё куда-нибудь работать. То есть, ничего плохого про работников такси, но просто. А думать прежде всего о том, что вот у тебя пациент, и это каждый раз новый пациент. Ты не можешь каждый раз к нему подходить с определённой сеткой, в которую должен вложиться. Да, я уверена, что даже у автомехаников есть ситуация, когда вот они чётко понимают, что 150 раз вот этот алгоритм работал, нет, и машина такая же, и проблема вроде бы такая же, но вот что-то не то. Но с людьми-то тем более так. С людьми тем более, плюс ко всему вот это вот то, что давайте мы вам вроде как поднимем зарплату, процентов на 5-10, но это поднятие от оклада, но при этом мы как-то вот пройдём комиссии по больнице и поймём, что у вас как бы не особо вредная работа, и мы вам на отбавки за вредность снизим. И на выходе вы можете получить либо ту же сумму, либо меньшую сумму, либо прибавку в виде там 10 рублей. Ну, хорошо. Ну вот. Я не знаю вот, что они будут делать лет через 30-50, потому что не раз обсуждалось и у меня в семье, поскольку большинство медики и вообще так среди врачей, что... Советская система рано или поздно закончится, потому что уже там большинство преподавателей, большинство врачей, они рано или поздно уйдут на пенсию, умрут, что возраст, и всё, Советский Союз распался почти 30 лет назад. То есть и на новых реформах вы долго не проживёте, потому что это даже не копирка с американской системой или с европейской, это какое-то её хитрое выворачивание на нашу реальность, которое вот действительно не взлетит. Потому что либо надо было развивать то, что было, и не рыпаться уже, как в Америках и Европах, либо надо было просто копировать тогда уже. Либо надо было копировать вот от начала и до конца, от начала образования с каких-то медицинских колледжей, вот самого начального школьного звена, институтов и прочего, но при этом не трогая саму систему. Потому что вы её реформируете под тех, которые могут выпуститься только через 10 лет, и оно не срабатывает сейчас. Что будет дальше, мне очень сложно сказать. Это чувствуется сейчас уже по приходящим новым специалистам? Это чувствуется, потому что те из немногих, которые доходят после Медвуза, очень немного людей. А то есть, кто заканчивает Медвуз, они не все идут? Конечно, некоторые Медвуз – это как? Это достаточно престижная корочка, она ценится. Она очень популярна на рынке невест, поэтому определённый процент парашин, поступающих в Медвуз, Медвуз – это их поступили туда родители, они там учатся, они либо получают диплом, либо даже делают до получения диплома, они доходят здесь, в Москве, они переводятся в свои, как-то заканчивают там. Но они не будут работать, потому что это нужно только для того, чтобы девушка хорошо вышла замуж. Офига себе, что-то как-то я даже упустил этот момент в своей жизни. Многих родители уговаривают идти в Медвуз с тем, что вот у меня есть своя клиника, я там занимаюсь губами, глазами, ещё чем-нибудь, и ты когда выпустишься, ты придёшь ко мне работать. Это может быть косметология, это может быть стоматология, это может быть просто там обычная частная клиника с разным спектром специалистов, но всё равно эти люди тоже не пойдут в государственное здравоохранение, то есть ещё отсекаются. Потом те, кто не может оплатить себе ординатуру по специальности, потому что бюджетных мест становится всё меньше и меньше, а достаточно дорого, особенно если родители немного получают. Медицинский вуз и работу какую-то, которая бы тебе позволила оплатить ординатуру, невозможно совместить. И многие уходят либо вообще из медицины, либо идут явно не в ту специальность, которую хотели. То есть они идут там терапевтами в поликлинику и тихо ненавидят и свою работу, и всех вокруг, просто потому что у них там не хватило денег на то, чтобы стать нейрохирургом. Я сейчас к примеру. Ну да, хороший пример. И те немногие, кто остаются, потому что кто-то ещё на каком-то этапе срывается в декрет, кто-то просто срывается с тем, что да, идите вы с такими зарплатами и отношениями, ну ты же доктор, вылечи вообще всех вокруг, от соседей, знакомых, соседей. Ну тут болит, что у меня там вот там. И говорят, да я лучше вот за эти деньги там менеджером по продажам пойду работать, и в общем-то… И никто на меня суд подавать не будет. И на ипотеку быстрее накоплю. Ну, то, что остаётся, это на самом деле не очень большое число людей, потому что у нас не такое большое число медицинских вузов. Посокращали и их, и посокращали и количество больниц вообще. То есть, с одной стороны, да, может быть, это как-то было оправдано, а с другой стороны, у нас сейчас лечебных учреждений меньше, чем было их в Российской империи. Как бы население немножко выросло, но так, чуть-чуть. Так, ладно, расскажи, как ты оказалась в Сирии. В принципе, как многие там оказываются, это врачи без границ. Это же международная организация. Это международная организация, она собирает всех молодых безбашенных, которым хочется куда-нибудь чего-нибудь как-нибудь… Приложить себе. Ну вот, да, вот это вот романтика, героика, строительство, Байкал-Амурская магистраль, ну, в общем, что-то такое. Все на бам. И почему-то я, к сожалению, пустила этот момент, наверное, надо было лучше подготовиться. Я не знаю, почему нет представительства у нас. Ну, неважно, тут сейчас напишут в комментариях обязательно, поэтому… Ближайшая к нам Берлинь. То есть ты либо, ну вот как в моём случае, оформляешь доверенности, человек договаривается за тебя, ты собеседование там по интернету, по всему проходишь, документы все, значит, туда отправляешь, и тебе говорят, что как бы, да, хорошо, мы вас берём, вот такие-то прививки, поедете туда-то. Они выбирают в большинстве случаев, но сейчас, поскольку основное такое напряжение именно в этой стране, в этом регионе, вот в основном всех отправляют туда. Кто-то в Иорданию попадает, кто-то в Сирию, но в основном все туда, потому что на самом деле желающих очень много. Немного? Немного. И в основном из европейских, американских стран это вот действительно такие романтики, люди, вот то, что надо ехать, помогать, потому что для них это совсем небольшие деньги для стран СНГ, это, ну, в том числе и деньги, но тоже не такие, как поначалу может видеться или кому-то может показаться, потому что средний оклад в месяц, он где-то в районе 1000 долларов. И с чем ты там пришел и столкнулся вообще, что ты там делала? Там работа разная, но многие занимаются тем, что именно такой вот транспортировкой медикаментов, организация там прививочных пунктов, пунктов вакцинации, вот такое вот, они в основном там все в разъездах, в разбежках и мотаются постоянно по региону. А у меня, поскольку и хирургическая специальность, то вот в госпитале работаешь, 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 работаешь. Понятно, что там такие спартанские условия, то есть КТ и МРТ сразу нет, но рентген есть, лаборатория есть, анализ крови можно сделать, иногда там ультразвук можно посмотреть. Поэтому в принципе для, хотел сказать, наших врачей, потом понимаю, что нет, это больше вот тех, кто ещё воспитывался и учился в советских институтах и советской медицине, когда ещё была военная кафедра. И в общем-то условия плюс-минус в 90-е по регионам были такие, что ты без военной кафедры многому учился, что у тебя шовного материала, сколько хочешь, за шейси и инициалы свои вышивай, картины Леонардо да Винчи, чего угодно, а у тебя строго ограниченное количество. Вот хочешь, так и укладывайся, у тебя из операционного стола винтики могут выпадать, ты его коленкой поддерживаешь, ну надо знать, ну работай, нормально. То, что многие не понимают языка, на котором ты говоришь и очень смутно представляют тебе вообще, что такое английский язык, но так, ребят, у нас очень много людей, которые приехали к нам на заработки, те же цыгане, у них ни паспорта, не знание языка, там особенно если какие-нибудь подростки, дети, так они вообще не в курсе, что они должны русский язык знать, поэтому язык жестов выручает, ну и в принципе там уже метод научного тыка, что тут-то больно, видно, ну так что никакого такого для русского человека прям вот экстрима и того, что, а куда я попал, но я бы сказала, что по большей части нет. То есть если ты работал там в бедных больницах с плохим обеспечением, то ты примерно себе представляешь, как и что ты будешь делать. Да, если ты работал там в навороченной клинике правительства Москвы, у тебя могут возникнуть какие-то проблемы. У европейцев в этом плане сложнее, потому что они больше привыкли к тому, что всё регламентировано, что всё не решается криком, мать-мать-мать привычно отозванусь эхо. Вот это вот сюда. Да, то есть как бы, поэтому это вот мы делаем вот сейчас вот прямо здесь, вот прямо на этой койке, а то и не на койке, потому что надо. Но они достаточно быстро перестраиваются, и кто-то не выдерживает, срывается, конечно, уезжает. Но в основном все ребята остаются, и как-то вот насколько сложно им будет потом, неизвестно. Но многие там задерживаются, они потом приезжают, приезжают, потому что им хочется вот ещё раз ощутить, что вот там ты действительно где-то близко к Богу. Потому что, да, в обычной многопрофильной больнице ты просто винтик, ты вот свои функции там от и до выполняешь, а там именно ты решаешь, вот ты решил вот так, вот только твоя ответственность. У тебя нет заведующего отделением, замглав врача, главврача, министра здравоохранения, вообще нифига нет. То есть, ты решил, ты решил, ты оказался прав, у тебя там эйфория и адреналин, гордость плещется из ушей. Ты оказался неправ, в следующий раз будь умнее. А обсуждалось там как-то внутри вообще, и было ли на это время желание, возможность вообще, что происходит в Сирии, кто прав, кто виноват? Вообще нет. Если ты доползал поспать, это было уже хорошо. Понятно. Потому что там очень большая проблема с местными больницами, то есть, какие-то платные где-то там как-то есть, но денег там на них практически ни у кого нет, и зачастую в связи с тем, что там обыденностью ситуации может быть то, что кто-то на мини подорвался, ну потому что вот, погулять неудачно вышел, там не до того, что зачем и чьё это вообще было, просто вот работаешь, работаешь и работаешь. Сколько ты там проработала? У меня получилось почти 3 месяца. Почему закончила? Ну мне по семейным обстоятельствам я вернулась в Москву, надо было быть здесь. Хотел задать вопрос вообще про перспективы развития этого всего, но ты настолько всё описала, что я, честно говоря, даже и не буду задать этот вопрос, потому что и так всё понятно. То есть, насколько я могу вообще осознать ситуацию, в настоящий момент всё держится на каких-то людях-врачах, которые пытаются что-то делать, иногда правильно, реже неправильно, но тем не менее это делают. И вот их свойства, они меняются теперь со временем в зависимости от новой системы образования и так далее, и так далее. И что возможно, лет через 20-30 мы увидим принципиально новых врачей, которых даже не знаю, как будет назвать. Ну, то, что мы их увидим, это факты, потому что они уже появляются. Опять-таки, это медицинские факты тоже очень так в тему звучит. То, что медицину, скорее всего, переведут на рельсы деньги-товар-товар-деньги. По американской системе. Это тоже ни для кого не секрет, потому что мы уже не оказываем медицинскую помощь, мы оказываем медицинские услуги. Это тоже формулировки, которые звучат, звучат, звучат. Вроде бы как бы плюс-минус кажется, что одинаковые, но на самом деле это очень разные вещи. Это разница как между скорой помощью и такси. То есть, как бы услуги по перевозке вроде и те, и те оказывают, кто-то их иногда даже путает, иногда даже намеренно, потому что… Быстрее. Но всё равно это очень разные вещи, и каждая про своё, и они не должны пересекаться. Потому что если врач будет подходить к пациенту с тем, что вот за свои услуги я с него получу вот такие-то, такие-то, такие-то деньги, это… не хочется скатываться в пафос, но это неправильно, это так не должно быть. Это даже не серая мораль, это… это в принципе неправильно. Ты не должен подходить к пациенту и видеть в нём деньги, которые ты получаешь за работу. Ну вот просто не должен. То есть, должен быть человек, которому ты можешь помочь. и дальше уже там в меру своих умений, знаний, помощи коллег, всего чего угодно, ты ему помогаешь, чтобы он от тебя ушёл здоровым, насколько это там у тебя зависит, а не чтобы он тебе заплатил. Потому что для меня это вообще дикая мысль, когда там многие отказываются работать, потому что бомжи, пьяницы, цыгане, кастарбайтеры, ну мы же вот, я не знаю, белая кость, голубая кровь, ну вроде бы нет, такая же красная. Ну, вы шли, чтобы помогать людям. Ну вот, если вы шли в медицину зарабатывать деньги, вы очень серьёзно ошиблись. У двух-трёх людей из всего там ряда выпускников за 10 лет может это и получится. Но это явно не та сфера, где вы станете… Где можно рубить бабло прям вообще. Прямо предпринимателям, и вы можете, но это вам не понравится, как вам придётся это делать. Кому-то нравится, к сожалению. Спасибо за этот рассказ. Надеюсь, что увидимся на экскурсиях. Они вот на майских праздниках пойдут косяками. Там 1-2 мая в Питере, потом 4 мая в Москве. Дальше опять в Питере. Ссылку оставлю на группу, там всегда в накреплённом посте информация. Пишите ваши комментарии. Я думаю, огромное количество людей на самом деле примут эту информацию близко к сердцу. Будет, я уверен, абсолютно много комментариев от тех, кто тоже работает в этой сфере массу. Параллели находят. Будут те, кого медицина обидела и так далее, и тому подобное. В общем, оставляйте это там всё под видео. Мы с вами увидимся в ближайшем времени, оффлайн и онлайн. Пока. Дорогие друзья, перед нашей беседой у нас с Оксаной шла речь о том, что мы сделаем одно объявление, но Оксана в силу своей деликатной натуры в итоге отказалась это объявление делать. Тем не менее, уже после этого я настоял. И дело в том, что у её матери будет операция, и потом сама Оксана ложится на операцию. Это, кстати, последствия её пребывания в Сирии. И в этой связи нужны денежные средства. Поэтому я оставлю внизу совершенно различные реквизиты. Если вы захотите, переводите деньги с пометкой Оксаны, и я потом это всё ей, собственно, отдам. Есть просьба и от меня лично, но уже совершенно другого характера. Дело в том, что мои нижегородские коллеги участвуют в конкурсе с проектом, который они сами придумали, назвали «Нижний с перцем». Некоторые ролики вы уже, пилотные ролики, я имею в виду, вы видели у меня на канале. Соответственно, там надо по ссылке, которая будет указана в видео, пройти проголосовать. Голосование – это некий квест, потому что там надо проходить через определённые формы, но если вам не лень потратить на это пару минут, то сделайте это, пожалуйста.